Машина МЗС-36 предназначена для искусственного заражения ржи с пареньей в специализированных хозяйствах Министерства медицинской промышленности СССР с целью выращивания рожков с пареньей, служащих для получения различных медицинских препаратов. Машина МЗС-36 состоит из следующих основных узлов. Рамы, механизма навески, гидросистема подъема и опускания, привода, вальцев, делителей, оприскователя ПОУ, лестницы. Машина навешивается на высококлиренсное самоходное шасси Т-16МВТ совместно с серийным подкормщиком-оприскователем ПОУ. Подкормщик-оприскователь ПОУ в комплекте с машиной используется только как оприскователь. При этом его нагнетательная система присоединяется к гидросистеме оприскования, имеющейся на машине. Заражение ржи с пареньей осуществляется путем накалывания колоссев ржи с одновременной инъекцией заражающей жидкости, суспензией, для чего заражение должно продолжаться не более 5-6 дней. В процессе работы при движении самоходного шасси по полю два рядка растений по каждому следу колес шасси подлежат смятию. Допускается рядки, подлежащие замятию, не высевать. Процесс заражения происходит следующим образом. Делители машины при ее движении разделяют травостой ржи и каждые два рядка направляются между попарно установленными игольчатыми и войлочными валиками. Одновременно с этим заражающая жидкость из резервуара поступает к распылителям, откуда, выходя под давлением, распыляется на валике и на рожь между делителями. Попадая между валиками, колосси ржи прокалываются иглами, смоченными заражающей жидкостью. Обратным движением иглы, выходящей из войлочного валика, обильно смоченного заражающей жидкостью, повторно инициируются колосси. Применение машинного заражения повышает урожайность сприньи по сравнению с технологией ручного заражения в среднем на 52,5 кг на гектар и повышает производительность труда в 13 раз. Машина разработана Всесоюзным научно-исследовательским институтом лекарственных растений совместно с Симферопольским ГСКБ, НПО, эфирно-масличных культур и масел. Удостоена бронзовой медали на ВДНХ. Партия машин в 1970 году была выпущена опытным заводом Висхом имени Горячкина. Все хозяйства Союз Лекраспрома, возделывающие спринью, оснащены такими машинами. Промышленный выпуск машины МЗС-36 намечен на 1979 год. Друзья, поделитесь своим мнением в комментариях под этим видео, будет очень интересно почитать. Если вам понравилось данное видео, обязательно поставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok